Статистика по количеству погибших деревьев в Подмосковье крайне неутешительна. Поджоги, незаконная вырубка и самая страшная эпидемия караеда. Все это в общей сложности унесло жизни 45 миллионов деревьев. Это примерно 75 тысяч гектаров леса. В Одинцовском районе самые большие потери понесло Ершовское поселение. Из 33 тысяч гектаров на нашей территории, две трети это леса. И что случилось, вы видите. Вот посмотрите, здесь когда-то были вековые сосны, ели, а сейчас голое поле. Более 100 тысяч человек со всего Подмосковья присоединились к акции по спасению леса. Площадка у поселка Савинская Слобода стала одной из крупнейших в области. Для всех участников здесь организовали концерт и полевую кухню. Проголодавшись, можно было подкрепиться гречкой с мясом, пряниками, пирожками, выпить горячего чая или кофе. Сажать деревья на голодный желудок не рекомендуется, ведь чем лучше настроение у работников, тем больше шансов, что саженцы приживутся. Сюда лет через 10 приедешь и тут будет роща новая. То есть, если тут было поле просто, пустое заросшее поле, то приедешь и тут будут новые рощи, как там посадили. Мне же надо посадить, наверное, тоже, я уже скоро кончусь там, в смысле, прорастут там где-то, но надо, чтобы остались следы здесь. Через некоторое время потом вырастут деревья такие большие и будешь приезжать, смотреть и думать, представляешь, но вот это ты посадил такие огромные деревья, они выросли, ты был совсем маленьким. Конечно, все участники по-разному отнеслись к этой акции. Кто-то сажал деревья не совсем осознанно, кто-то больше увлекся полевой кухней и происходящим на сцене. Но находились и те, кто вкладывал в посадку деревьев душу и даже давал саженцам имена. Ну, я бы дал, наверное, имя своего внука Леши. Кедр, ему два годика, я сегодня посадил двухлетку дубок. И вот он, Леша, он сейчас, конечно, больше дубка, но они будут расти вместе. Ну, может быть, честь бабушки. Катя, потому что я маму свою люблю сильно. Ну, я бы назвала честь себя бы. В честь своего дедушки. Я очень люблю своего дедушку. Не знаю, наверное, Родина или Россия, потому что мы живем в России, это наша Родина. Я бы назвала свое дерево в честь своего кота. Вот, кота зовут интересным именем, который не подходит, может быть, к коту. Кота зовут Антон. Около полутора миллионов новых деревьев появится сегодня в Подмосковье. Не осталось в стороне. И присоединилась к акции и наша съемочная группа. Мы, недолго думая, решили назвать свои деревья Дашей и Стасом. Пока эти маленькие саженцы очень уязвимы, но вероятность того, что они приживутся, довольно велика. Через несколько лет мы обязательно сюда вернемся, чтобы посмотреть на новую рощу. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.